ПАМЯТИ ПОЧЕРКА В московский музей классика я пришел, чтобы взглянуть на его рукописи. Купив билет, но не найдя парадного входа, я зашел, в какой попало. — Вам, собственно, кто нужен? — строго спросила конторщица. — Толстой. — Он всем нужен, — сурово сказала она, но все-таки отвела в зал, где под стеклом витрины вальяжно расположились корректурные гранки. Сплошь исписанные мелким, но стройным почерком. Когда-то я работал метронпажем в старой еще настоящей типографии, поэтому первым делом пожалел наборщиков. Садизм Толстого заключался в том, что он не исправлял ошибки, а заменял рукописной страницей печатную, как будто сам вид окоченевших строчек выводил его из себя. Чтобы оправдать писателя, надо вспомнить, с какой одержимостью он объяснял человеческую жизнь. Автору, сажавшему четырешто в одно предложение, было мучительно трудно остановить поток уточнений и отдать в холодную печать еще теплую рукопись. Ведь она не черновик текста, а его и сподние. Поэтому автографы великих рассказывают нам больше, чем их портреты. На письме статику образа заменяет динамика мысли, плюс, конечно, темперамент. Бетховен рвал пером бумагу. Бах обводил красным там, где про Бога. Тайна почерка в его неповторимости столь же бесспорной, как отпечаток пальца. Но если в последнем случае об уникальности рисунка позаботилась природа, то в первом – культура. Участь писать, мы становимся разными. Значит ли это, что безграмотные больше похожи друг на друга? И что, утратив почерк, мы вновь станем одинаковыми? Подозреваю, что это возможно. Ибо письмо, как походка, индивидуальный навык, способный придать телесную форму бесплотной мысли. Если ее незримость напоминает о музыке, то почерк о балете. Сольный танец пера по бумаге под ту же, что поразительную мелодию. Меня пленяет магическая мощь этой пляски, и даже сидя у компьютера, я не обхожусь без бумаги. Дойдя до смутного места, оставшись без глагола, застряв на длинной мысли, потерявшись в лабиринте абзаца, я хватаюсь за карандаш, чтобы поженить руку с головой. Ритм этой всегда поспешной, чтобы не задуматься, процедуры выводит из затруднения и вводит в транс надежней мухомора, избавляющего от контроля чистого разума. Писатель, что вертящийся дервиш. Но почерк свой я при этом ненавижу еще с тех пор, как меня мучили пыточными орудиями письма. Чернильница с лживым прозвищем «Непроливайка», вечно щипавшая тетрадь перо «Уточка» и зеркальная простыня промокашки, отражавшая мои незрелые промахи. Гордо считая содержание важнее формы, я писал, как хотел. Оставляя каллиграфию маленьким людям и эпилептикам, вроде Башмачкина и Мышкина. Положение изменилось лишь тогда, когда я понял, что почерку приходит конец. Его смерть ускорила американская демократия, позволяющая ученикам держать перо не только в левой, но и в скрюченной будто подагрой руке. Устав мучиться. Школа отдала письмо компьютеру, у которого все получается ясно и просто, как у пулемета. Отучив считать в уме и писать рукой, компьютер напрашивается в рабы, но становится хозяином. Инвалиды письма, мы забываем о его потаенном смысле, сделать видимым союз души и тела. Почерк умеет не только говорить, но и проговариваться. Он знает о нас, может быть, меньше, чем обещают шарлатаны и графологи, но все-таки больше, чем мы смели надеяться. Поняв это, Дальний Восток сделал каллиграфию матерью искусств и школой цивилизации. Открыв книгопечатание задолго до европейцев, Азия не торопилась пускать его в дело. Японцы считали изящной только ту словесность, что нашла себе приют в летящих знаках, начерченных беглой кистью на присыпанной золотой пылью бумаге. Позавидовав, я пошел учиться к нью-йоркскому сэнсею, веря, что, не справившись с кириллицей, я смогу отыграться на иероглифах. На первый год мне хватило двух – са и ша. Прочитанные вслух, они составляли мое имя. Переведенные с китайского означали «сбалансированного человека», каким я мечтал стать, научившись каллиграфии. Но до этого было далеко. Овладев семнадцатью видами штрихов, нужных для того, чтобы написать все пятьдесят тысяч знаков, я сосредоточился на размещении их в пространстве. Хорошо написанный иероглиф должен быть плотным, как умело упакованный чемодан, элегантным, как скрипичный ключ и крепким, как вещь, которую можно повесить на стенку. Многие так и делают. Энергия, запертая в нем, как в атоме, настолько ощутима, что я не удивился, когда в Америке иероглифы стали модной татуировкой. Но главное все-таки в другом. Почерк учит невозможному – выражать внешним, внутреннее. В одном несчастном фрагменте Уинстон Одан, говоря о почерке, вспоминает экскременты. Если отбросив брезгливость, развить эту параллель, мы впрямь найдем общие свойства – естественность, безвольность и убедительность. Как помет, почерк оставляет безусловные следы, утверждающие наше присутствие в мире. Продукт физиологии мысли, он как сны и зависит, и не зависит от нас. Поэтому лишиться почерка – все равно, что остаться без подсознания. Субтитры создавал DimaTorzok